ребята привет всем нахожусь я сейчас в таиланде вот такой вот вид с нашего номера петухи орут по утрам отлив отлив что-то сегодня у нас с утра обычно отлив вечером шикарный вид да конечно же я готовлю для вас влоги но сегодня у нас будет торговля вы просите чтобы я для вас записывал торговлю с телефона и сегодня будет торговля с телефона буду объяснять ситуации так что обязательно посмотрите это видео до конца приступаем ну чё погнали смотрите вроде бы здесь шикарный такой скальпинг да так цена коснулась уровня вот шикарно погнали вниз торгую я видите на кровати потому что здесь хороший свет так были вопросы о том сколько сделок я делаю в день сколько сигналов у меня в день ребята по разному я говорил до 5 то есть на одном аккаунте строго два сигнала в день если торгую по выжимке я могу сделать 5 или до пробоя ребята все зависит от ситуации не нужно вот мыслить шаблонно как-то понимаете да но у вас должны быть лимиты вот вы сказали себе у меня три сигнала все три сигнала на этом аккаунте сегодня сделаю три сигнала чтобы не случилось три минуса три плюса неважно так отлично первый пикс ловил так вот такая вот здесь была ситуация смотрите нисходящее движение и цена переходит в коридор торгуем мы напоминаю еще раз в вертикальном режиме кто не видел прошлое видео смотрите прошлое видео вертикальный режим для того чтобы лучше были видны пики просадки так ну что есть словил здесь кстати можно торговать и по выжимке ребята что такое выжимка выжимка это мы торгуем в определенной ситуации в определенном коридоре до тех пор пока не случится пробой или пока мы не словим например два минуса опять же вы сами ставите себе эти лимиты эти рамки у кого как так здесь опасная ситуация давай последнюю секунду опустись отлично но здесь еще рано говорить что все круто видите макарков последнюю секунду сделка срывается поставлю 3000 а не успел не успел заходим еще раз цена не может пробить определенный уровень так видите у меня уже пошла 3 сделка вот это у меня будет последняя сделка ху здесь уже все у нас нормально ну смотрите да можно сказать мне здесь везет все вот когда такая тяжелая ситуация лучше все остановиться ребята здесь уже может быть пробой потому что вот видите каждая точка выше предыдущий цена не опускается вот ниже этого уровня опасно здесь уже заключать сделки смотрите я остановился и теперь я могу просто вам показать да на вот 30 рублей выставил все давайте торговать вот давайте попробуем добить этот уровень да ну вот например вниз большая вероятность пробоя но еще раз этого может не произойти это рынок ребята если вы здесь начертили линию рынку похрен он куда захочет туда и пойдет это просто визуальная линия для вас поэтому нужно ставить себе лимиты поэтому нужно останавливаться да видите не может цена пробить этот уровень но она ниже тоже почему-то не хочет идти так ну возврат видите ну давайте еще раз попробуем ребята кто не видел моих прошлых видео обязательно смотрите прошлые видео я там все объясняю почему я заключаю такие сделки какой у меня риск менеджмент какой у меня мани менеджмент так 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 вот вот намек на пробой что у меня опять возврат ну вот такая вот ситуация видите давайте вверх пойдем на пробой уровня уже вот цена подбирается 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 видите здесь уже нужно заходить на пробой но опять же она может сейчас резко опуститься вниз есть ребята вероятности вероятность того что произойдет пробой например 70 процентов вероятность отскока например 30 процентов то есть мы просто попадаем в эти вероятности и все вы наблюдаете за рынком вы видите да что от определенного уровня цена много раз отскакивала все мы заходим что мне три возврата будет или как а вот здесь уже сделка зайдет минус опять возврат ну прикольно вообще три возврата словил у кого-то такое было короче сейчас трачу время на какую-то херню ребята так последнюю сделку заключил на пробой ну смотрите не хочет да вообще цена идти дальше давайте наблюдать да интересная ситуация что произойдет я буду разбирать ситуации вы говорите да что я вам не объясняю а что произойдет возврат опять будет сейчас я ставлю рекорд по возвратам ребята оп видите возврат прикольно да так 4 подряд пишите в комментариях у кого сколько было возвратов давайте здесь вниз поставлю здесь вверх поставлю все нашли мы супер коридор супер мега коридор смотрите здесь уже точно какая-то сделка должна зайти давайте мы переключимся на 10 минут о вот пошел пробой как я и говорил ребята вот он наш пробой до вот видите подошла цена к уровню каждая точка выше предыдущий затухание выстрел давайте покажу вам вывод средств отправила сегодня заявочку на 20000 видите да сколько у меня на счету 146 тысяч торгую на аккаунте своей девушки начал выводить деньги так переходим в историю выплат а уже вывели деньги смотрите я вот сколько 10 44 сейчас 11 13 ну сколько да там 15 20 полчаса назад буквально поставил деньги на вывод и они уже мне пришли вот вам что значит вип статус вот 22 вывел 21 19 17 15 14 здесь сейчас у нас 22 12 2 начал выводить деньги вот деньги выводят за сутки вот сами видите да 10 44 11 14 деньги мне уже пришли на e-payments давайте еще раз поставим еще раз 20000 давайте посмотрим да через сколько мне придут деньги так запомнили 11 14 так ребята прождал я час поставил в 11 14 сейчас 12 16 деньги мне не вывели и я думал выведу тоже быстро но наверное они вот эту вот заявку уже обработают на следующий день потому что видите первую заявку мне обработали за полчаса меньше чем за полчаса я кстати никогда еще не пробовал подавать вот в один день две заявки всегда вот в один день подаю одну заявку все в принципе пушка деньги выводят вот понадобилось мне 20000 на яхту вывел 20000 на яхту на прогулку на яхте понадобилось мне вчера 15 тысяч на ужин вывел 15 тысяч на ужин пушка и ребята выводите отсюда деньги многие вас учат учат стратегии индикаторы а когда зарабатывать когда выводить отсюда деньги так что не забывайте выводить деньги о звонит любимая пошла на рынок покупать мне шорты давайте включу громкую связь любимая привет ты на громкой связи снимаю видео покупай мне что-то жесткое такое яркое все в моем стиле покупай я хочу ходить в таиландском стиле покупай все хорошо всем давай давайте так любимая мне выбирает футболочки так вижу шорты футболок не вижу так ребята придет сейчас любимая я вам покажу все операции у нее на и пейменсе чтобы вообще у вас не было никаких подозрений ну где крутые футболки с драконами вот такие вот футболочки мне купила любимая вот такие вот с пальмами с космонавтом ну чисто знаете на отдых такое яркое это для тебя космос прием да люблю я такую дичь так а где жесткая со стразами ну это был перебор честно я помоялась без тебя там такой леопард в стразах ну как для этих лезьбоев ну короче крутая вот это мне нравится ну это нормально мне на яхту знаете переверни там кучу всего что это такое а это любимый подарочек завтра 23 февраля и это к моему любимому автомат вот это пушка заряжайте пузырями мы иметь даже две штуки их будет много прикинь это как раз для тебя оружие вот это оно ему сториз для вас так погнали покажу вам вывод денег пиписки угу ну была с потайей там слишком много было пиписек я постеснялась а тут еще деньги угу так зайди мне сейчас в свой e-payments и покажу вывод так ребята смотрите зашел e-payments своей девушки вот зашел с браузера вот операция 22 вот уже ее открыл смотрите выплата с олимпа в десять сорок четыре отправил заявку в десять сорок семь пришли деньги то есть вывели мне деньги за три минуты это на вип счете такая ситуация вот остальные операции можете их посмотреть вот еще их не открывал девятнадцатого семнадцатого пятнадцатого четырнадцатого видите деньги приходят в евро то есть я вывожу рубли e-payments мне присылает евро также и с пополнением чтобы пополнить счет я пополняю с евро а оно мне конвертирует в рубли то есть на олимп деньги зачисляются в рублях а отдаю я евро ну такая вот система кто пользуется e-payments тот знает вот смотрите все операции payout from olymp trade то есть вывели мне деньги за три минуты так ребята еще хотел бы поговорить о выводе средств вы мне часто задаете вопросы куда лучше выводить вот на e-payments на вебмани почему ты пользуешься электронными кошельками а кстати и по поводу брокеров ребята я торгую на многих брокерах на айкью на бинома если я не снимаю видео это не значит что я на них не торгую вы тоже мне часто задаете такие вопросы почему ты только вот на олимпе я не только на олимпе и я не люблю пользоваться картами вот я не хочу иметь никаких проблем с банками вот вообще я не люблю банки понятное дело я вывожу все деньги через банки но проще всего пользоваться электронными системами там нет никаких проблем на пополнение на вывод вообще нету никаких заморочек вот я как-то знаете привык пользоваться электронными кошельками еще когда я начинал вот зарабатывать в интернете Еще я когда начинал зарабатывать на хайпах, так и сейчас пользуюсь. Вот, например, ePayments, да, он берет 3% за вывод на карту. То есть я с ePayments вывожу, например, 1000 долларов на свою карту. Могу выводить на гривневую, могу выводить на рублевую, могу выводить на долларовую, неважно. Оно конвертируется, понимаете? Также и насчет пополнения. То есть вы можете заводить с любой валюты, хоть там с долларов, с рублей, с гривен, вы заводите и у вас, например, если долларовый счет, оно конвертируется все в доллары. Если у вас евровый счет, конвертируется все в евро. То есть я думаю, это понятно, но многие ребята задают мне такие вопросы. Если я вывожу ePayments, например, 1000 долларов себе на карту, я плачу комиссию в 3%. Не в 3%, а 0.28%, если быть точным. И 5%, не 5%, а 0.5%, когда деньги мне приходят на карту. То есть всего получается 3,3% я плачу комиссию. То есть с 1000 долларов я заплачу 33 бакса комиссию. Это довольно-таки большая комиссия, но это очень удобно и очень быстро. Деньги приходят в секунде просто. Оставил заявочку и все, и деньги у тебя на карте. Очень просто. Ребята, но если вам удобнее пользоваться картами, конечно же пользуйтесь картами. Там комиссия должна быть намного ниже. То есть если вы выводите 1000 долларов с Олимпа сразу на карту, вам должно прийти, не знаю, тоже там 1000 долларов. Может быть там у вас что-то возьмут, какой-то 1%, но не 3%. Если вы выводите маленькие суммы по 1000 долларов, по 2, конечно же лучше на карту. Но когда я вывожу большие объемы, я лучше их сначала буду хранить у себя на e-payments, а потом частями выводить через банк. Понимаете, я не хочу большие суммы хранить в банке, потому что могут позвонить с банкой и сказать, а откуда эти деньги, что это за деньги, почему ты так много выводишь через какой-то там подозрительный сайт. То есть они все что угодно могут спросить и могут заморозить тебе счет. Но если у вас суммы маленькие, там 1000 долларов, 2, например до 5000 долларов в месяц у вас по вашему счету банковскому проходит, тогда шикарно, тогда никаких проблем нет. Конечно же тогда пользуйтесь картами, вам так будет намного выгоднее, зачем вам платить комиссию в 3%. А если через ваш счет в банке проходит по 50000 долларов, да, тогда лучше через электронные кошельки это все делать. Как, собственно говоря, я и делаю. Плюс я следую своему принципу и не держу яйца в одной корзине, потому что это тупо держать, например, все деньги на e-payments или выводить все через e-payments. Я часть вывожу через WebMoney, часть через e-payments, часть через Яндекс.Деньги, часть через Skrill, часть через Nuteller. У меня, ребята, очень много кошельков. И тупо выводить все тоже через один банк. Я пользуюсь многими банками. Если у вас одна платежная система и один банк, и у вас много денег, конечно же, это нелогично, да, потому что могут e-payments в любой момент, да, заблокировать. Хрен его знает, что там, да, у них может произойти. То есть это же ваши деньги. То есть позаботьтесь о том, чтобы ваши деньги лежали в разных местах. Так будет намного безопаснее. Вот вам инсайт такой. И особенно после тех случаев, когда мошенники пытались взломать мои кошельки, я перестал давать упор, да, на какой-то конкретный кошелек. Потому что если бы, например, взломали мой e-payments, а у меня там лежит 50 тысяч баксов, все бы деньги забрали, да. А так у меня там часть, там часть. Ну, взломают они, например, e-payments, ну, заберут они там 5 тысяч баксов. Все, больше они не заберут. Им нужно будет взломать все мои кошельки, а их у меня очень много. Так что вот так я забочусь, можно сказать, о своей безопасности. Итак, я на этом буду с вами, ребята, прощаться. Начал я это видео на балконе и закончу его тоже на балконе. Так, у нас уже отлив. С кораблей играет музыка, люди веселятся. Так, ребята, я думаю, это видео получилось полезным, информативным. Я ответил на многие интересующие вас вопросы. Подписывайтесь на канал. Обязательно поставьте этому видео лайк. Всем огромное спасибо за поддержку, за просмотр. Всем больших денег. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok